Девушки отдыхают Мальчик, мальчик, мальчик с батоном Да, это я тебя зовут Помоги, пожалуйста Со мной сегодня заговорила собака А я ей ответил Я требую своему внуку уколы без очереди Ты поможешь или нет? Ты носишь с собой мыло? Антибактериальное Вы говорящая собака, сбежавшая из секретной лаборатории? Я волк Волк, которому сказали, что сотовые телефоны из вашего мира Отпугивают привидения У меня против привидений ультразвуковой генератор И что, помогает? Не знаю, не было случая проверить Про твою штуку ничего не слышал Буду действовать по старинке Тебя как зовут-то? Петя Спасибо тебе, Петя Как написал контрольную? Хорошо А еще Я помог пришельцу Из другого мира Молодец Мой сын Так держать Петя Петя Не хотел тебя пугать Но дело срочно Ты не мог бы мне одолжить свою штуку от привидений Пошли со мной Куда? Это ненадолго Сейчас будем замедляться Оно где-то здесь Кто? Вон оно Мамочки! Давай, давай Включай свою штуку Не реагируй Что происходит? Что происходит? Меня попросили убрать отсюда этого монстра Охотник за привидениями? Нет Я путешественник Путешествую туда-сюда И помогаю решать проблемы Специфического характера Но вот эта проблема никак не решается Что-то с этим привидением не так Это не привидение, дурень Это проклятие Царь обманул Фому удальца Тот его и проклял Почему ты мне не сказал, что тебя прокляли? Я уйму времени потратил, бегая по разным мирам за средствами от привидений Где вообще все? Почему никого нет? Откуда я знал, что это проклятие? Я думал, Фома просто ругается Просто ругается? Я многим не нравлюсь Всегда все ругались Но такой ерунды Не было А это кто? Почему? К царю в пижаме? Это со мной И ты зубы не заговаривай На проклятие мы не договаривались Петя, пойдем Уйдешь? Всем скажу, что взял дело и не выполнил Ах ты Последний раз с тобой дело имею Негодяй Решил меня шантажировать Негодяй А почему так важно выполнить это дело? У меня есть талант Я могу путешествовать по разным мирам Через шкафы, сундуки, дупла деревьев И другие небольшие замкнутые пространства Здорово! Но ничего не бывает бесплатно, Петя Я не могу путешествовать просто так А только по делам А дела, за которые берусь, должен завершать Любой талант – это одновременные проклятия Это ты, Фома-удалец А кому понадобился? Ты проклятие на царя Гороха наложил Ничего я ему не накладывал Я ему лихо из леса прогнал А этот жулик мне ничего не заплатил Если ты от царя Что бы я тебя не слышал? Вы можете не ругаться на нас Потому что все, что вы плохого желаете Все исполняется Что еще за глупость? Когда вас царь обидел Вы говорили ему что-нибудь? Тайвалут! Сказал вашему царю Чтоб ему пусто было! Вот там теперь и пусто Только чудовище ваше бродит Конец тайм-аута! Где ваше чудовище? Чудовище как чудовище Если царь заплатит, прогоню Вы не могли бы вернуть ему способность разговаривать? Как? Пожелайте ему Говори как прежде, животное Кажется, у вас выполняются только плохие пожелания Умоляю, молчисти! Я не хотел сказать ничего обидного! Кону вас! Ладно, пойду его победю У него еще есть шансы Один ловкий удар и победа в кармане Дайте ему понять, что вы его хозяин! Фу! Фу, я сказал! Сидеть! Место! Голос! Голос вернулся Кажется, он не контролирует свою магию Поэтому лучше без нее Левый! Левый работай! Больше двигайся! Больше двигайся! Сдаюсь! Слышишь? Мерзость! Да сдаюсь, говорю! Глухой, что ли? Хватит! Хватит? Да чтоб ты провалилась! Оно провалилось! Дело сделано Пойдем Отведу тебя домой Стойте! Мне что теперь? И ругнуться нормально нельзя Я же могу Такое Наговорить, что самому страшно А как обратно все воротить? Не знаю Ты, Фома? Чего тебе? Весь заказ Нужно проклясть кое-кому Хорошо плачу Видите? Кто мне теперь в компанию набивается? Катись ты со своим заказом отсюда! Дурак! Такой талант пропадая! Я не знаю, как тебе помочь Кроме как завязать тебе узлом язык Точно! Язык! Если вы будете находиться в другой языковой среде Ваши проклятия могут быть недейственны Я не понимаю, что он говорит Вам надо уезжать за границу Туда, где вас никто не будет понимать Да как же так? Я родину люблю! Для родины ты опасен Поэтому, если любишь Надо валить Постарайтесь не разговаривать до границы Пошла! Да чтоб вас всех! Да чтоб тебе! Да чтоб! Ахтанге! 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 Да пропади ты пропадом со своей тарабарщиной Хэвэлле! Камэнгод! Ну вот! Ни таланта Ни родины У тебя талант разволивать кризисные ситуации Давай вместе работать Ты говорил Где талант Там и проклятие И какое проклятие будет у меня? Ты где? Волк! Петя! Где ты был? В шкафу Два дня? Надо позвонить в полицию Сказать, что он нашелся Петя! Ты обещал со мной на роликах покататься Сейчас сделаю Уроки доделаю Петя Волк, я занят Я тут не один Можешь поговорить? Здрасте Здоров Это Кощей Ему нужно помочь Насколько я слышал, он бессмертный В отличие от меня, которому нужно многое в жизни успеть В том числе подготовиться к завтрашней контрольной Для тебя это дело на полчаса А для него... Расскажи ему сам Они приходят каждую ночь или день Они хотят забрать либо мое золото Либо ларят с яйцом и двори В котором моя жизнь Так отдайте им золото А жить-то на что? Да все равно они будут приходить Они же хотят убить меня И прославиться Поставь ему сигнализацию Электричество есть? Откуда там электричество? Петя, вы не беспокойтесь Золота хватит на все Да не нужно мне ваше золото Ладно, поставим солнечные батареи Солнце там хоть есть? Даже два Петя! Ты закончил уроки? Я забыл про дедушку Все, не могу сегодня А если с дедушкой побудет Кощей? Исключено! У меня проблемы с молодежью А со стариками-то я хорошо общаюсь Готов? Это... Костя Живи сто лет старте Он с тобой сегодня покатается Если покатаемся А ролики-то у него есть? Он в состоянии их купить Сказали, что эти лучшие Я богат! Я наконец-то богат! Откуда? Так и убиться можно Этим меня не убить Так, так Ларец с яйцом на дубе А золото здесь Перетащить золото к дубу мы не можем Дуб пересадить к золоту? Нет Тоже Поэтому он и разрывается Хорошо Кощей пусть сидит на золоте А вокруг дуба поставим сигнализацию Инфракрасный датчик Несколько датчиков движения Сирену попротивнее И пару мигалок Это же ларец, точно? Кощейский ларец с яйцом и иглой? Я и не думал, что все будет так просто Минуточку Волк! Волк! Сделай что-нибудь! Собачка! Аленке подарю Спасай, яйцо! Там кто-то кусается! Это заяц А где яйцо? Яйцо утки, а утка в зайце Какой-то бред! Тем запутаннее, тем безопаснее Спасай, зайца! Я выберусь Кобочка Субтитры создавал DimaTorzok Костя, вы быстро всему учитесь Зацените трюк, Николай Семенович Ничего не понимаю Не могу нащупать полюс Биения сердца тоже нет? Да не может быть Он же двигается Может, зомби? Стойте! Возьмите меня! Он не успел меня укусить! Честное слово Я просто держал его за руку! Когда рядом с человеком Находится много лекарств Всегда есть соблазн Сожрать что-нибудь не то Костя, вы не голодны? Я бы съел чего-нибудь Да, люди не те, что раньше Люди всегда такие Жизнь маленькая, короткая И вся в страхах Нет никакого смысла держать Кащееву смерть и золото в разных местах Заяц будет в замке рядом с Кащеем Надежно Плюс домашний питомец Питомец Сигнализацию я оставил Будет отвлекать от реального места хранения Все, можно домой Этот питомец тут не потеряется С собой возьмем Впервые получено подверждение существования зомби Два зомби были обнаружены в Центральном парке Место было сразу локализовано и обработано Пока нет основания полагать, что есть другие зомби, кроме этих двух Власти быстро при себе распространение введений боятся нечего Но население в панике И как нам их теперь найти? Два разных вида зомби Первый спокойный, без признаков сердца Второй очень агрессивный, но сердце, пульс и остальное все как у людей Они шли под ручку, как лучшие друзья Зомби не дружат с людьми Зомби дружат, только зомби Этот гораздо опасней Он научился маскироваться под нас Немедленно нас освободят! Мы тебя раскусили! Цирк закончен! Уверен, что если остановить ему сердце, он продолжит притворяться живым Принесите какой-нибудь останавливатель сердца Ваших держат в конце коридора Спасибо, бро У вас ровно сто секунд Двадцать две красные шапочки Двадцать три красные шапочки Двадцать четыре Это лабораторный, он типа домового здесь? Домовой для дома, а лабораторный для... Я сбился со счета Тридцать два красные шапочки, тридцать четыре. Три красные шапочки, тридцать четыре. Костя, не беспокойтесь, я этого так не оставлю. Девяносто девять сто. На. Включите аварийный генерал. Вон они! С ними теперь ещё собака и мальчик. Боюсь, что эпидемию уже не остановить. Отключите связь и никого не впускать! Девяносто девять сто. Когда эпидемия закончится, будем возрождать человечество. Варя! Варя! Петя принёс домой зайца! Ты же знаешь, что у меня аллергия. Почему я должен это терпеть? Заяц ест фикус! Сделай что-нибудь! Плохой саяц! Плохой! Нельзя грызть пылесос! Фу! Фу! Николай Семёныч, вам плохо? Николай Семёныч? Может, скорую вызвать? Фу! 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 Николай Семёныч, вы похожи на зомби. Я устал! Волк! Волк! Ты меня слышишь? Ты куда пропал, волк? Волк, ты здесь? Петя, ты меня звал? Нет, дедушка. А с кем ты разговариваешь? Я... Я учу стихи. А-а-а. Это нормально. Волк! Волк! У тебя все в порядке! Волк! Волк! Ты здесь! А ты знаешь, что такое ад? Место такое неприятное. Место! Из места можно убежать! А представь ад, из которого не сбежишь, который всегда с тобой, куда бы ты ни пошел. Например, желание поиграть в настольные игры. Ты ненавидишь настольные игры, а руки так и просятся в них поиграть. Или это музыка? Эй! Выпустите меня, и я все исправлю! Нет, ты сбежишь. Но я не смогу вам помочь, если буду сидеть в клетке. Как зовут мальчишку, который бегает с тобой иногда? Вы хотите позвать Петю? Без меня у вас не получится. В Петином мире все нужно делать осторожно и вежливо. Здравствуйте! Здравствуйте! А Петя дома? Петя дома. А вот все ли у меня дома, я уже не уверен. Извините. Петя! Это вы меня извините. Я от Волка. Вы обвиняете Волка, что он научил вашу среднюю голову читать. Но это же здорово! Вы Волку спасибо сказать должны. Спасибо! Эй, Змей Городыч! Выходи драться! Таких богатырей, как я, ты еще не видывал! Недавно он прочитал самоучитель по игре на гитаре. И вот теперь смотри. Богатырь приехал. О! Будем сражаться музыкально. Кто лучше на гитаре сыграет, тот и победит. Браво! Браво! Крутяк! Класс! Ты проиграл! Отдавай мне замок и все три головы! Жулик! Всем расскажу! Да, понятно. И что вы хотите? Чтобы все было как раньше. Для начала пусть разучится читать. Ну, я не знаю, как это сделать. Могу посмотреть в интернете. В шкафу была говорящая голова динозавра. А еще я иногда вижу, как внук говорит с собачкой. А та ему отвечает. Здесь какую букву видите? Да при чем тут твои буквы? Вы пришли на прием к окулисту. Я окулист. Вы шарлатанку и ничего не понимаете. Я сам себя вылечу. Не впервой. Дедушка, а что ты делаешь? Я хочу как психиатра просить себя как больного. Если окажется, что я псих буйный, я же могу наброситься на себя во время опроса. И пострадать важно, как врач и как больной. Ведь я буду не только нападать, но и защищаться. Дедушка, а ты не знаешь, как можно разучиться читать? Того, кто хочет разучиться читать, нужно тоже лечить. А ты сможешь? А почему твой друг в шкафу? Во-первых, он мне не совсем друг. А во-вторых, это его не самая большая проблема. Что вас беспокоит, а? Моим остальным двум головам не нравится, что я читаю книги. Как на меня это влияет? Две остальные головы? То есть, еще плюс одна, да? Итого три. Да, правильно. Да. И что же вы такое читаете? Тебя ведь просили помочь. Помочь, а не хуже сделать! А что вам не нравится? Смотрите, он ведет себя тихо. Он нас теперь игнорирует. Твой дед внушил ему, что он единственная голова, а мы ему только кажемся. Существует теория, что иногда мы создаем внутри себя монстров. Чтобы сваливать на них все плохое, что мы делаем, и в чем стыдимся себе признаться. Надоело умещать. Ненавижу его! О, ой, змей! Выходи, биться! Это должны сделать не мы. Пожар! Лежим! А-а-а! Мя-хо-м! А-а-а-а! ..." А-а-а-а! Пожалуйста, не делайте этого! Почему? Он хороший! Хороший? В прошлый раз он меня обманул! Это не он, это другие! Они прячутся за камнем! Журик! Что? Не нравится внутренние монстры? Мы же воображаемые! А ты из-за своих княжонок с нами даже не разговариваешь! А что мне оставалось делать? Вы игнорировали меня, я стал игнорировать вас! Нас больше! Ты всего лишь одна треть! Может, в данном случае я лучшая треть! Ногу свело! Левую! И правую! Надо садиться! Да брюхо! Везде острые камни! Мы убьемся! Нет! Эй, пацан! Найди на полках книгу! Аварийные посадки драконов! Ай-пацан! Найди на полкахira! Аэрф! Держи! Ловите! Так, вот, присудороги ног в полете! Вытянуть шею, крылья и ноги в струну с максимальным напряжением! Еще! Отпустила! О, ты спас всех нас! Да, ты и твоя книжечка! А я говорил! Так, белая горячка, высокая температура! Дедуль, тебе все это не показалось! Я и вправду дружу с говорящим волком, которого ты принял за собаку! Он может перемещаться в пространстве через шкафы, сундуки или, например, дупло дерева! Также мой друг-волк путешествует сквозь параллельные миры, откуда к нам приходят фантастические существа! А я, в свою очередь, иногда посещаю другие миры! Только у меня просьба! Не говори об этом с мамой и папой! Судись! Змей! Слух идет, что ты снова батлы устраиваешь! Что скажешь на это? Ха! Раз, два, три! Да-да-да! Да, опять ритма сбивается! Да ладно, мы его и так сделали! Нет, не ладно! Или играем хорошо, или группа разбегается! Это я, наверное, с ритмом набортачил! У меня написано «в быстром темпе». Слишком быстро, да? Дорогой мой, это не отпуск! Просто папа едет в командировку и берет меня с собой! Но я тоже хочу! И я! Я хорошо учился в этой четверти! И я! Папа, перестань! Мы вернемся через три дня! Не-не-не-не! А почему вы тогда взяли большой чемодан? Это разве большой? Мне кажется, что если я посмотрю назад, я увижу, как он бежит за нами! Никто не бежит! Им будет хорошо вдвоем! Папа, не кричит! У вас есть еда? Открой холодильник! Что это там стало-то? Иди, помоги! Тяжелый ты! Петя! У меня депрессия и проблемы с самооценкой! А у одиноких бабушек проблемы с самодоставкой! Баба-яга, что ли? Давай! Вот волшебные пирожки! А это инструкция! Как ими пользоваться! Поможешь мне, получишь инструкцию! Да не надо, я вам так помогу! Может, развеюсь? Дочка ее живет в пригороде! А через шкафы провести я могу только внутри города! Собачку берем на руки! Багаж оплачиваем! Че она в своей ступени летит? Пробовала! Заблудилась! Навигатор вам нужен! Это недорого! Что случилось? Утюг! Утюг! Забыло выключить! Сгорит! Сгорит! Сбужка! Веди меня обратно! Вниз! Я вас буду ждать на станции! Пострадись! Пострадись! У перегона! Закрыто! Товарищ! Закрыто! 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 Эй, это не мусорка! Вылезьте из помойки, пожалуйста. Это не помойка, а высокотехнологический артефакт. Видите? Выемки для пальцев. А-а-а! 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 Это не еда. Петя! А-а-а! А это еда! А-а-а! Люди! Вызовите в квартиру девяносто скорую помощь! Ветеран труда отравился пирожками! Стой! Стой, окаянная! К речке! К речке её гони! Папа! 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 Всё-таки меня не оставляет ощущение, что Петя где-то рядом. Ты просто очень хороший отец. Что? Что случилось? Это же Петя. Папа! Алло! Скоро я? Ага. Я поел пирожков, и у меня выросли рога и щупальца. Не порошков, а пирожков! Если у вас болит голова, нажмите «один». Если болит что-то другое, нажмите «два». Алло, Петя, ты где? Ты как здесь оказался? Это был подарок для доченьки. Извините, пожалуйста, я случайно. Извожка чуть не сгорела. Ступа в дрябешке сходила. Дозвольте, угости! Поднять руки! Не шевелиться! Медленно идём к шкафу. Они сказали не шевелиться. Ребёнок, старушка и собачка. Никто ничего не заподозрит. Бега, за мной! А? Это котики! Не шевелиться! Стоп! Пейлони! Наш, ты возьмешь? Волк, проснись, проснись. Ты должен нас отсюда выдущить. Девушки отдыхают Мама, мне ступа нужна была Не в качестве дров А чтобы в пробках не стоять Когда я в город на заседание езжу Это я, виноват У тебя ж мигалка есть Нет у меня теперь мигалки Батюшки Не положено Я тебе в молодильные яблочки привяжу Я и так хорошо выгляжу Ой, не те, взяла А пирожки, те Давай быстрее инструкцию Выключите свет, что такое? А чтобы все обратно Съесть ватрушку Я пожилой человек У меня режим должен быть Не хотите по моей бороде? Я пожалуюсь на вас В администрацию президента Пожалуй Алло Петя, это ты? Дома? Как налетели? Это он Что мне говорить? Клади, клади трубку У нас все хорошо Но я же тоже это видела У нас точно все хорошо Это меня не так сильно волнует Важно, что у него все хорошо Петя Что и тут Петя, караул! Волк Не до тебя У меня конец четверти Дедушка! Дедушка! Ничего не помнит! Это кто? Снегурочка А дедушка Это Дед Мороз, что ли? Да Он самый И что случилось? У него работа сезонная Зимой А летом делать нечего И он спит обычно Пришел ко мне весной И жалуется, что заснуть не может Ну, я и дал ему снотворного Из вашей аптечки Спал нормально А вот проснулся недавно И ничего не помнит Кто вы все такие? Вот, не узнает Наверное, у него побочный эффект Дай нам таблеток, которые память возвращают Чтобы совсем возвращали, нет таких Пусть хотя бы чуть-чуть Новый год на носу Ему работать надо А он вообще не в теме Вы знаете, кто вы? Нет Ну, это не важно Потому что сам я себя не обижу А вот на ваш счет у меня сомнения Вы Дед Мороз Допустим Что значит допустим? А это ваша внучка Снегурочка И что дальше? Да я пробовал уже объяснять ему, кто он и чем занимается Не верит Говорит, что это не научная фантастика Как минимум Сейчас я усну А вот когда я проснусь Весь этот абсурд закончится Ну, если объяснять не получается Попробуем показать Я вам сейчас поставлю фильмы Про Деда Мороза, Снегурочку и все такое Их много Будете смотреть один за одним, пока не вспомнится А вот и моя внучка Снегурочка Здравствуй, дедушка Все, я в школу Если кто-то из моих придет Пусть скажут Пусть скажут, что меня ждут Из театрального кружка Хорошо Я тоже на минуточку сбегаю Оленей покормлю Кто первым расскажет дедушке стишок? Вот кто плохо вел себя Хорошая работа посохом Но очень слаб как воспитатель Раз, два, три Ёлочка Гори Здравствуйте Вы к Пете Здравствуйте Я его дедушка Добрый вечер Здравствуйте Вы позволите? Пожалуйста Ты не можешь так просто уйти Я умру без тебя Пусть эти последние секунды будут только наш Они вместе строили новый завод Но стройка закончилась И его переводят на новую стройку А она остается Интересно, интересно Если ты умрешь То и я умру Куда? Куда? Назад! Спокойно! Спокойно! Кто-нибудь! Помогите! Ёлки-палки Почему она растаяла? Спокойно Не знаю Мы смотрели очень трогательные истории И она расчувствовалась Мне их так всех жалко И начала потихоньку Воду давать Что, черт побери Опять происходит в этой квартире? Как может человек таять? Человек на 80% состоит из воды Теоретически это возможно Дурдом! А на собак у меня вообще аллергия Особенно на говорящих Точи ее в холодильник Спокойно, спокойно Все будет хорошо Ой Холодильник не открывать Я скоро приду Баршня, вы как там? Не теряй времени Смотри кино про работу Про завод? Какой завод? Про Деда Мороза смотри Петя Петя Волк Не сейчас Не исправлять контрольную надо Семенков В чем дело? Как вы? Тут вы? Тихо так Кто вы такой? Сударушка Отпусти внучка со мной Я знаю дедушку Петю И это не вы Я двоюродный дедушка Спокойно, спокойно Отпусти, голубушка Зело надо Хорошо Но я вас не знаю Поэтому Провожу вас домой Понимаете, я же ничего не помню Мне кто угодно может сказать Что я космонавт Или балерина И что мне сразу в космос лететь Или балет танцевать Петю я знаю Его родителей тоже Если они говорят Что вы двоюродный дедушка Петя Или Дед Мороз То, скорее всего, так и есть Алло Я бы хотел арендовать автохолодильник Рефрижератор До Нового года Будут ездить в рефрижераторе Пока Снегурка не перестанет таять Лады Ух ты Быстро холодильник-то подогнали Минуточку А что происходит? Здравствуйте Снегурочка заболела Готово Стой! Стой! Еще одного забыл И повозку Я иди позвоню в компанию И они вернут машину Это вы рефрижератор заказывали? Да А кто ж тогда был тот? Валт! Я за Снегуркой! Ты тут сам разруливай! Такси! Такси! Как я тут разрулю? Снегурки нет Дед в несознанке А уже подарки надо развозить! Ты не переживай Мы тебе поможем Мне? Да! Вы? Да! Кто вы? Я примерно знаю Что нужно делать Буду подсказывать Ван он! Обгоняйте Ты че делаешь? Перестань мне не трогать руки Убери, пожалуйста Стой! 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 Я обитаю Включите холодильник! Не работает! Я сейчас! Эй! Здесь стоять нельзя! Что здесь происходит? Здравствуйте! Здравствуйте! Извините! Все просто Заходим Нам показывают ребенка Спрашиваем Хорошее ли поведение было Слушался ли родители Воспитатели И учителей Не могу найти Ни одного шва Полная иллюзия Настоящей шкуры Потом просим Рассказать стишок Спеть песенку Или станцевать Дарим подарок И на следующий адрес Я помню Что именно? Я помню Как упряжки управлять Профессиональные навыки Забываются В последнюю очередь Эх, пошли родимые Эх, пошли Эх, пошли Что? Что происходит? Я вспомнил Я правда Дед Мороз Наконец-то Настоящий Да А ты что думала? Думала Что артист Как этот карлик Переодетый волчонка Ха-ха-ха-ха Ну Кто тут у нас Заслужил Подарочки Хулиганы обокрали Стой! Хулиганы обокрали Стой! А-а-а-а-а А-а-а-а-а А-а-а-а-а-а Верните, Ларь! Не могу! Стой! Кушайте больше мороженого! А деньги? У вас есть что-нибудь? Логий, Золхел. Не понял. Шопфиры и золото. Шопфиры и золото! Верните, за нами больше никто не гонится. Сейчас посмотри. Ты мне что должен был привезти? Ёлки. А привез? Пальмы. Наверное, контейнер перепутали. Мне пальмы не нужны. Новый год через несколько часов. Мне уже и ёлки не нужны. Нет! Кажется, никто не гонится. Да куда мне их теперь? Не знаю! Обратно! В Африку! Марья Ивановна, это наш долг. Я заслуженный педагог высшей категории. Я в трубу не полезу. Ай-яй-яй, Марья Ивановна. Ребёнок весь год вёл себя бесподобно. А вы его поздравить отказываетесь. Химчистку оплатим. Я заслуженный педагог высшей категории. Да, Марья Ивановна. Востриков? У него двойка по математике. Я же её исправил. Молодец! Если ты уж нас всё равно увидел, можно мы через дверь выйдем? Пожалуйста. Востриков, теперь ты понимаешь, какие у меня возможности. Чтобы больше никаких хихиканий на уроках. Чуть что, я через камин и тут как тут. Да, Марья Ивановна. Вниз. Да. Меня подождите. Марья Ивановна? Подрабатываете снегурочкой? Марья Ивановна, как учится Леночка Кузнецова? По моему предмету хорошо. По другим не знаю. По другим тоже хорошо. Но математику подтянуть надо. А ты не как Колька Кузнецов. Что значит Колька? Мы что, знакомы? Всё-таки фамильярности. Колька. Николай Георгиевич. С кем имею честь? Николай Георгиевич, вы почему на вверенной вам бензоколонке бензин разбавляете? Я? Что? Вы из милиции? Вас неверно информировали. Ай-яй-яй. Николай Георгиевич. Никакого вам подарка в этом году. На что только тратятся наши налоги? Вы мне одно объясните. Поздравлять будем только тех, у кого труба с камином. Да? Всех. Хыть. Но влезание через каминную трубу – это ритуал. Всегда с него начинаю. Я сделала расчёт. Если тратить на одного ребёнка всего три секунды, то, чтобы поздравить детское население только нашего города, понадобится 35 дней, 7 часов, 15 минут. Марья Ивановна, вы гуманитарий. И вам простительно не знать о свойстве времени замедляться под воздействием сильных гравитационных полей. Только не говорите, что у вас есть собственная чёрная дыра. Откуда, по-вашему, у меня нескончаемые подарки? Берегись! Велосипед? Зимой? Ты чего? Ребёнок с ума сойдёт, пока лето дождётся. Просил. Дай. Давайте, давайте уже ускоряться. Марья Ивановна, подключайтесь. Раздаём в четыре руки. Попала! Это, как дела? Всё очень плохо. Нас везут в Африку. В смысле, везут? На самолёте! Срочно забирайте нас отсюда! А как? Как нам вас найти? Не знаю! У Снегурочки голова отвалилась. Петя! Поставь мне, пожалуйста, голову обратно! Сейчас! Только скинуем координаты с навигатора. Ага. Но сначала надо подарки развести. Забудьте о подарках. Там самолёт. Летит непонятно куда. Один ребёнок испуган, другой почти растаял из травмы и головы. Сначала подарки. А я говорю за детьми! Подарки! За детьми! Я дедушку хорошо знаю. Пока все подарки не развезут, за нами не прилетят. Алло. Открывай, трап! Марья Ивановна! Внучка! Дедушка, ты всё вспомнил! Да! Вылезай из своей колесницы! Не могу! Примерзла! Сейчас! О! О! Цепляй! Давай! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Мари Ивановна! Мари Ивановна! Можно я после праздников контрольную исправлю? Новый год скоро. Пять часов эта катавасия длилась. Это у тебя пять часов, Семенков. А я сто семьдесят девять дней раздавала подарки детям планеты Земля. Какой ужас! Простите меня, пожалуйста, Марья Ивановна! Всё нормально, Семенков. Давай дневник. Спасибо! Чуть не забыла. Этот твой. Где я? Пещера. Ага. Крустальный грунт. Ага. Спящая красавица. Ага. Сейчас я её поцелую. И она проснётся. Я тебя сейчас поцелую. Эй. Спокойно. Я ничего плохого не имел в виду. Вот молодёжь пошла. Кто тебя воспитывал? Увидел только. И через секунду уже поцелую. А-а-а! А-а-а! Это ещё что такое? Это волшебный мир русского языка и литературы. Дорогой Петя, мы лично познакомим тебя с ним. Издевательство какое-то! Лучше бы квадрокоптер подарили. Поговори ещё, пацан. Тебя тут три классика обслуживают. Прояви уважение. Петя! Это вообще что такое? Похоже на антиматерию. Вы с ума сошли? Кто дарит антиматерию детям? Мы любим нашего внука Волк. Он усталоп, но мы его очень любим. Возможно, это мы виноваты, что он получился такой, такой мягкий. Ему просто не хватает твёрдости. Найди нашего внука Волк. Найди его раньше, чем его найдёт она. Пожалуйста. Ты нам должен, Волк. Пора вернуть старый долг. Вернуть долг. Старый долг, Волк. Пожалуйста. О каком долге он говорит? Не помню, что должен им я, но вот их внучок задолжал многим. Он, когда от меня ушёл, он потом от Волка ушёл. Не от тебя, а от другого. Потом от медведя ушёл, да. Но от Лисы он не уйдёт. А она найдёт его. Она всегда доходит. И когда она его найдёт, ну... Ну, вы поняли. Косой, кончай петлять. А чего я? Я всё как есть. Когда Колобок от тебя ушёл, он тебе ничего не оставил? А, ну... О, ну оставил вот билет. Сказал, что дело верное, билет выигрышный. Что я выиграю, и мы в Россиоте. Ну, так я не знаю, выиграл я, не выиграл. Ну, куда мне с ним? Это билет не из вашего мира. Он из нашего. Так я... я выиграл, или... Как всегда. Это билет ставки. Кто-то поставил хорошие деньги на некоего... Альфонсо. Молодец. А теперь ты будешь мазать. Понял? Кёгли должны стоять. Но Альфонсо проиграет. Правильно. Я поставил на него... А это было... Неправильно. Опять обманули. Альфонсо проиграл. А клопка нигде не видно. В нас кто-то стрелял. А? А ты видел, кто? Нет. Волк, ты куда? А в этом кигельбанием пахнет мухлежом. А где мухлёж, там кигеморы. Зачем ты привёл сюда мальчишку, Волк? Это его мир. Ходит где хочет. Нет. Этот тихий оазис уже наш. Пусть убирается! Вот я натравлю на ваш оазис экстрасенсов из телевидения. Посмотрим, как вы тут запоёте. А что он начинает? Махун, скажи нам, где колобок, и мы уйдём отсюда. Колобок сейчас работает на лихо. И где нам их искать? Я почём знаю. Алло, телевидение? Говорит Пётр, есть сюжет. Нечисть в азартных играх. Ладно, ладно. Лихо сделала ставку на футбольный матч. Не буди лихо, пока оно тихо. А? А? Лихо приносит другим неудачу. И видит в этом смысл своего существования. Когда он сделает руками вот так, в твою сторону. Старайся отбить пером полосу невезения. Колобок, я знаю, что ты тут. Колобок, ты всё равно вернёшься. За тобой идёт лиса. И тебе лучше быть с тем, кто сможет тебя защитить. Лихо. А? Стой! 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 Это вы в нас стреляли? Мне не нужно стрелять. Достаточно сделать вот так. И чуть-чуть не везёт. Наверное, винтик проржавел. Как не вовремя! Петя, пользуйся пером жар-птицы. Давай, геркун! Стой! Давай, геркун! Давай, геркун! Лихо, замри! Что вам от меня нужно? Колобок. Мой чемпион неудачи? Ни за что! Могу подвернул. Тебе сказали, замри. Что, я плачу взамен? Что ты хочешь? Этого наглого мальчишку. Нет. Хорошо. Подписывай. Петя, нет. Подожди, дай прочитать. Так, если я, то... Ага, на срок. Хорошо. Готово. Нет! Берите своего колобка. Петя, что ты наделал? Я тебе скажу. И его теперь ждёт 7 лет неудач, с помощью которых он будет служить мне! О, да, разумеется. Дату вступления в силу обговорим позже. Эй, он вступает сразу же. Там это не написано? Что за ерунда? Никто никогда не возражал. И когда же, по-твоему, начнутся твои 7 лет? Ну, может, лет через 100? Да ты столько не проживёшь! Готи! А вы мне помогите. Чуть-чуть везене там, чуть-чуть везене здесь. Я не могу. Ай-я-я-я-я-я-я-я-я! Обмальщик! Я выиграю. Я обязательно выиграю. Выиграл? Проиграл! Опять проиграл! Но я всё равно выиграю! Это ничего не изменит. Почему не изменит? Даже если ты выиграешь, сколько тебе нужно, ты опять сделаешь ставку. Тебе нужен не сам выигрыш. А что же мне нужно? Чувство выигрыша. Чувство, которое на миг заставит забыть, что ты покатился не по той тропинке. С той пор, как я спрыгнул с бабушкиного подоконника, мне и вправду не хватает приятных переживаний. Они ждут тебя дома, Колобок. Можно еще разок? Хватит. Настоящий выигрыш ждет тебя дома. Стоять! Ниса, мы договоримся, сколько Колобок должен. Не договоримся. Стоять, я сказала. Так вот, кто стрелял. Да, и дело не в том, сколько Колобок должен, а в том, что от лисы не уйти. Я дорожу своей репутацией. Давай, пой свою песенку. Я Колобок, Колобок, я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от заяца ушел, и от волка ушел. А от тебя, лиса, я подавно... Ой! Джекпорт! Джекпорт! Я выиграла Джекпорт! 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 Бежим! Я выиграла Джекпорт! 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 Девушки отдыхают Жениться Какой дом стрела ваша попадет, оттуда вы невесту и возьмете Батя, че так странно-то? Жените нас по любви Или хотя бы по расчету В любовь? Не верю А в расчетах ошибиться могу Давай! Петя! Петя! Занят? Ну привет, что на этот раз? Так Царь решил женить своих сыновей И велел им пустить пострелей из лука Правильно? Ага Один попал куда-то, второй туда-то А третий... А третий! Ой! Поздравляю Она сбежала Зачем? Я хочу, чтобы все было красиво Закат Болото И я в белом платье А где у вас для лягушки можно платье сшить? Сюда ж бы полетела Где стрела эта? Хожу! Целый, целый, иди! Где стрела? Кто ж мне придумал? Где? Где стрела? Иди еще! Куда ищи! beene that... beene that... crowde Где стрела Ч perfectly Сшик С-шик Сстрелу моя не видала? Нет С Пустите стрели, пусть достало вам время десять Э, ао! Стрелу не видали? Платье для лягушки? Давайте лучше я жилетку для собачки сделаю Тебя платье просят шить, деньги предлагают Чего ты кабенишься? Это она сейчас сказала? К сожалению, да У вас и собачка говорящая Какая прелесть Пошли к следующему Скорую вызвал? Да, сейчас приедут Если хочешь платье, молчи Пятая трюк меняем Да поняла? Поняла? Поняла! Петя? Петя, ты дома? Варя! Что? Варя, иди сюда немедленно! Ты меня звал? Варя У него тройка по природоведению Какой позор! Какой позор! И это наш сын! А-а-а-а! Что такое? Как больно! Там что-то есть! Посмотри! У меня руки в свекле! Ерунда! Посмотри, что там! Тут ничего нет! Хотя... Стрела! Стрела? Почему в диване стрела? Ну что за дом такой? За что мне это? А вы, милостивый государь, кто такой? Варя? Это не ко мне! Я ни при чем! О! Так вот ты у меня какая! Варя! Варя, немедленно вернись! Варя, надо поговорить! Варя! Я вас психушку сдал! Не дурит! Немедленно меня отпустили! Глупая! Ну не дурит! Я царевной стану! Кровь? Моя? Свекла! Варя! Ку-ку! Стой! Стой, говорю! Витя! Варя! Вот привязался! Почему? Стрелять буду! Стаешься? Витя! Беги! Леший! А ну-ка, стой! Стой, я сказал! Ха-ка! Варя! Варя! Я его держу! Слезай быстрее! Я все прощу! Мамочки мои! Витя, консервы, которые дала тетя Люба, были просрочены! Вызови скорую и найди активированный уголь! Ааа! На метаполон! Ааа! Мама! Папа! Вы дома? Никого! Зеркало! На, любуйся! Угу! Ум! На! А! Ну что? Стрела! Стрелу украли! А! Нет! Как замуж выходить? Всю жизнь поломали! Стой! Раз! Два! Здрасте! Это кровь? Это свекла! Это моя невеста! Это моя невеста! Что такое? Это моя жена Это моя невеста Моя жена Моя невеста Моя Это моя невеста Я не понимаю, что вообще происходит И как к этому относиться Но, дорогой, меня радует, что даже в таких безумных фантазиях Мы вместе и остаемся супругами С супругами? Папа! Где же тогда моя невеста? Я здесь! Я здесь Тройшник Отдай стрелу, разлучница Плавное красиво Нет! 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 Заменяемся. Шутю я, шутю. У меня нет, я вам немножко. Точно? Да чтоб мне пусто было. Целуй её! Кому сказал? Я вам это, папа, никогда не забуду. Точно? Папа, почему у нас не получается? А старший сын? А старший себе в руку попал. Правда, она у меня красавица. Петя, твой старый шкаф мы сдали на обследование, а этот новый совершенно безопасный. Петя, пора им всё рассказать. Нет, Волк, они живут в других сказках. Дорогая, пишут, что инопланетяне уже давно среди нас. У меня начальник цеха был инопланетянином. Кроме майонеза ничего не ел. Всё равно им надо сказать. Завтра, хорошо? Хорошо, завтра. Что за напасть такая? Природная аномалия. Целый месяц льёт, как из ведра. И конца этому не видать. Неужели закончилась? Ай! А? Какой ковёр был? А теперь? Закровище. Закровище, мои бесценные. Нет, нет, нет. Только не кладовую. Закровище, мои бесценные. Сапоги-скороходы! Скатерть самовратка! А? 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 Ко мне приплыло, значит теперь моё. Ха-ха-ха-ха! Зачем тебе саваги? Тебе их надеть не на что? А скатерть? Она когда мокрая, не работает. Ну а если они тебе так нужны, предложи что-нибудь за них. Дай ему что-нибудь Тебя не убудет Почему я должен за них что-то давать Это мои вещи Я тебе сразу сказал, что он не хочет договариваться Кощей, я на твоей стороне Но если хочешь получить назад свое добро Придется как-то с водяным договариваться Хорошо Я дам ему сундук золота Пусть подавится Мне не нужно золото А что тебе нужно, разбойник? Не знаю Предложи что-нибудь Да я Я из тебя сейчас суши Заделаю Стоп, стоп Надо всем успокоиться Давайте придем к общему пониманию Что мы будем договариваться А пока не нашли решение, которое устроит всех Предмет спора предлагаю передать нейтральной стороне То есть мне Но ты пришел с ним И ты не нейтральная сторона Слушай, водяной Ты про Петю слышал, наверное? Как знать, может и тебе понадобится его помощь А если он сказал, что у него нейтралитет Значит так и есть Хорошо Ну ты и дурак водяной Петя, давай сюда мое добро Не могу, Косей Договоритесь, отдам Эх вы Еще друзья называются Почему я в своем доме никогда ничего не могу найти? Мне через час вручают главную премию года А я хожу без штанов Главная она только для тебя и трех твоих коллег А ты в курсе, что нас будет снимать телевидение? Запекать желе со сбитнем? Ты после того, как села на диету Ни о чем, кроме еды, думать не в состоянии А вот и неправда Да прекрати Я осмотрел весь дом Нигде не могу найти брюки У Пети не смотрел? Что мои парадные брюки могут делать в Петиной комнате? Не знаю Я просто говорю, что у Пети ты не смотрел Из тебя майонез капает Дурдом Да где же они? Да нет тут никаких брюк О! 55 55 Это уже перебор Надо что-то съесть Ты сама попросила Кот к замку Он должен был дать Пете Петя Не запоминай числа И должен был записать А все записки Петя Хранит в левом ящике стола Кот я написал Пете на руке Издевается Издевается Разбросали тут все Уже граница Прощай Родина Вы находитесь на частной территории Там, где вы сейчас резлитесь Находится мой сад камней Для медитации Не видим никакого сада камней И вода кругом Вода наше царство Этого еще здесь не хватало Минуточка Кажется, теперь мне есть Что предложить водиному Алло Скорая? Я объелась воображаемой пищей Но мне реально плохо Ага, жду Вы кто? Авиатор А где мы находимся? В Северной Сахаре, Мунами А вы умеете ориентироваться по солнцу? Мунами, конечно Где? Петербург Там Утопля Утопля Всех утопля Мы с водяным договорились Где мои сапоги и скатер, Петя? Я работаю над этим В смысле? Работаю Где? Где мои сапоги и скатерть? Мама, ты где? Я раздавала еду на улице А потом меня нашел папа И теперь мы бегаем по всей планете И кормим голодных и не очень Сынок Извини Кажется, мы выбегаем из зоны действия сети Тебе не тяжело? Может, месье, пора домой? Он единственный из нас Ориентируется по солнцу и звездам Без него мы заблудимся Какая разница? Где бегать, если все равно не можешь остановиться? Мне нужно периодически возвращаться в Петербург Именно там я надел эти чертовы сапоги Значит, там с меня их могут и снять Мамин телефон снова в сети Они приближаются к Петербургу Кажется, он побежит по дамбе Мы не успеем туда Успеем Мальчик, тебе кого? В дорогу? Мальчик, ко мне нельзя с собакой Это волк Они совсем близко Запомни, ты должен сказать Сапоги мои стоять, никуда не бежать Ждать приказ до поры Сапоги мои стоять, некуда бежать Вон они Понеслась Петя, ты голодный? Нет Сапоги мои стоять, никуда не бежать Ждать приказ до поры И вся эта еда не могла возникнуть ниоткуда Если где-то прибыло Значит Семнадцать ноль три Кот на холодильник Доброй ночи Почему он еще здесь? Дорогая, я спас ему жизнь Я теперь за него отвечаю Мы столько вместе пережили И что? Он теперь будет жить у нас? Пусть едет домой Сейчас? Ночью? А что такого? Он прекрасно ориентируется по звездам Подожди меня здесь Петя? Я за механизмом смотреть буду Ухаживать Беречь и там жить Механизм мой дом Лифт устроит? Устроит Вещички потом заберу Сильвестер, ты как? Выстраивался? Эй, Сильвестер 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 Здравствуйте Здравствуйте В квартире 90 Живут психи Алло? 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 Лифт застрял? Что там, Петя? Лифт застрял? А ну-ка, стройте Да что же это такое? Открывайте Что вы там копаетесь? Неуклюжие Да что ж ты, как улитка Отойди Ой, ой Ой, ой Мальчик Лифт не работает Вот, вот, вот О, вот, вот О, привет Дорогой, мы опаздываем Ты думаешь, я открыл капот, чтобы полюбоваться двигателем? Я не понимаю, почему он не заводится Сильвестер У нас машина не заводится, а нам срочно нужно в аэропорт Можешь помочь? Сильвестер Ой, ты совсем ку-ку Скажи маме, что тебе йоду не хватает Сильвестер, Сильвестер Сильвестер хороший Сильвестер дурак Да ладно, я пошутила Сильвестер умный Включи свет и зерк А ну-ка, открой двери Треть часа Треть часа Этот лифт хочет убить меня Дома еще кто-то есть? Не, я один Понятно Проходи Так, туда Давай по одному А Что? Сильвестер обосновался Этих он сам устроит Да что ж такое-то, а? Почему автобус опять не работает? Ты плохо следишь за ним Я за ним хорошо слежу Крыс отгоняю Уплотнители все как новые А вот этот вот плохо Масло не меняет Охладитель месяц уже не может залить Этот автобус мой дом Он мой дом разрушает Подожди, это кто? Петр Викторович Петр Викторович сел в автобус Петр, который подарил нам мир, где много механизмов Для Петра Викторовича всегда все сделаю Чудеса По непонятным причинам остановились тысячи машин Не работают поезда Не летают самолеты Застыли фабрики и заводы Двигатели и моторы Остановилось все Вы в курсе, что во дворе только у нас машина заводится И лифт в парадной работает только у нас И холодильник тоже Сильвестр, мы так не договоривались Вас пустили пожить, а вы устраивали конец света Пойми, люди делают механизмы для себя Механизмы ломаются, их меняют на новые Если вам не нравится, как люди следят за старыми механизмами Переезжайте в новые Их с каждым днем все больше и больше А тебе бы понравилось все время переезжать? Сильвестром разговариваешь? Ха-ха Скажи ему, что меня не победить Я по лестнице пешком хожу А у меня теперь и сердце лучше И ноги крепче Будете ногами стучать по лифту? Я вам телевизор отключу Ну и плевать! Может, Техова, наконец, прочитаю Петя! Петя! Быстрее сюда! Тут такое! Гигантский летающий объект появился несколько минут назад И стал разбрасывать листовки Земляне, мы давно следили за вами Вы быстро развивали свою технику Мы были осторожны Но без вашей техники вы легкая добыча Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Он только что уничтожил мой институт! Ха-ха-ха! Куда мне завтра идти? Ой, какой ужас! Какой ужас! Какой ужас! Человечеству кранты Что я натворил? Что я натворил? Здесь долго не продержаться Уходим в лес! Нам нужен новый дом Новый дом? Точно! Им нужен новый дом! Сильвестр! 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 Вы остановили механизмы людей Но без движения они покроются пылью и ржавчиной И перестанут быть механизмами А теперь посмотри на эти машины Они безупречны! Они полностью автоматизированы! Они будут вашим домом вечно! Опять переезжать? В последний раз! Приготовься Он уже близко Деври! Оп! Эй! Не понимаю, как это спасет вас Они просто будут жить в механизмах пришельцев Которые не остановятся Пока все здесь не разрушат Пришельцы следят за нами давно Но никогда их техника не попадала к нам Потому что она аварийно возвращается домой Когда что-то идет не так А с этими гномами всегда что-то идет не так А с этими гномами А с этими гномами 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 Пол города в разрухе Петя, посмотри на все это с правильной стороны Мы вскрыли готовящиеся нападения пришельцев И отразили его Телевизор отключился Эй, соседи! У вас есть Чахов?